22 июня, 4 утра. В эту символичную дату возле мемориального комплекса жертвам фашизма многолюдно. Горожане чтят память тех, кто отважно сражался за родину, погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. По коже бегут мурашки, от боли сжимается сердце. Каждый знает и помнит, какой ценой досталось мирное небо. Конечно, это знаковое событие для нашего народа. Мы преданы своей родине и этот день останется в наших сердцах навечным. Напоминает нам о том страшном дне, которое обрушилось 22 июня на наш советский народ. Какое воспоминание? Мы просто это чувствуем всей душой, своим телом. Тогда, в 1941-м, именно белорусская земля первой приняла на себя трагический удар. Только в концлагерях погибли около полутора миллионов мирных людей. Более 9 тысяч деревень канули в огненное небытие, вместе с ними заживо сгорели и жители. На территории Бобруйского района за трёхлетний период оккупации немецкие захватчики уничтожили более 136 тысяч человек. Этот день, день памяти и скорби, очень важен для нашего государства, так как это начало Великой войны, самый разрушительный, самый смертоносный. Погиб каждый третий житель Беларуси. В каждой семье есть люди, которые воевали, которые погибли. Наше поколение должно помнить об ужасах войны и никогда не повторять его. Во всех уголках страны проходит минута молчания. К республиканской акции присоединяется и Бобруйск. Ровно в 12 сотрудники «Славянки» склоняют головы. 60 секунд тишины в честь настоящих героев, которые ценой жизни одержали Великую Победу. В то страшное время на протяжении 1418 дней каждую минуту умирали 13 человек. Наши семьи помнят всех наших родственников, которые погибли, которые защищали. И мы чтим этот день, так же, как и 9 мая. В Щатково 25 июня в 14.00 пройдет масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 79-й годовщине освобождения Бобруйского района от немецко-фашистских захватчиков. Деревня навсегда вписана в историю Великой Отечественной. В конце июня 44-го здесь развернулись жестокие бои за мост через Березино. События стали завершающим этапом победоносного наступления, которое предопределило успех операции «Багратион». На мероприятии будет приблизительно 400 человек. Задействованы будут виды техники артиллерии, в частности, на нас лишь ответственность за орудия ЗИС-3. Прибыли уже танки Т-34-85, которые также будут задействованы в реконструкции. В период мероприятия будет стоять полевой лагерь, площадка Бобруйского рубежа, будет заниматься как раз-таки истребительно-противотанковой артиллерией, лагерь будет учебный разбит нашим клубом. Вход свободный, гостей ждет концертная программа «Интерактивные площадки». Будет работать выездная торговля. Для удобства горожан организуют движение автобусов. В 12.30 они отправятся дома связи, а в 15.45 от гражданского кладбища деревни Щатково. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Максим Галеонко, Бобруйск-360.